всем привет настя посмотри в камеру скажи привет привет как у тебя дела расскажи а что у тебя там за прическа такая а не сделала а с чем ты сейчас что делаешь завтракаешь что ты кушаешь что это сметана сметана с чем с блинчиками вот с блинчиками у тебя сметана а у меня будет с каймаком и с икоркой будешь икру есть не будешь ты уже наелась два блина вот тут пожевала да иди рот мой и ручки еще покушать хочешь кушать конечно я думал ты уже все покушала что мы сегодня с тобой будем делать сегодня ты с моим айпадом где тебя сегодня забрала мы с тобой сегодня гуляли с утром собакой да настя гуляла ты гуляла с мамой из лаки да а я вас там встретила а я жосиком гуляла и мы пошли с тобой вместе ко мне домой поэтому ты без айпада сегодня но у меня мой вот есть старенький я тебе его разрешаю бы попользоваться а мальчишки где твои братья а как твоих братьев зовут димир а еще 1 молодец умничка они оба обе обе димир а керем не обе крем обе нет другое обе понятно ну ладно давай приятного тебе аппетита настя может на море поедем а поедем на море купаться будешь меня научишь плавать точно а ты умеешь ты собрала там свои вещи купальник что там у тебя круг на рукавники все собрала с кем ты поедешь на море так еще с кем кто тебя повезет как деду зовут настя не знаешь его зовут руслан а тетю как зовут аня аня все ты готова а кого мы в эту мусю возьмем с собой мусю нет мусю не возьмем а кого возьмем жосика возьмем а муся тоже хочет вот она плачет просится нет не будем мусю брать смотри как она к тебя подлизывается это мусе мусю мусю на море поедешь мусю ксс 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 бить кошек вот текущий такая русская коша все пойдем где наши сандалии будем искать сандалий или что ты там эти шлепочки оденешь? Да. Да? Давай, выключай iPad. Пошли обуваться. А мы опять на море. Приехали опять на пляж в Сарасу. И сегодня я выгуливаю не Жосика, а Настю. Вон она там в буйкам поплыла вместе с Аней. Ярослав их догоняет. Сегодня немножко ветерок. Наверное, будет задувать в камеру. Микрофон я не взяла. Жосик у меня уже покупался. А покупался он, потому что он опять нашел тухлую рыбу и в ней вывалился весь. Пришлось его идти кунать. Теперь вот он лежит. А вечером придется опять его купать. Да, Жос? Ну, как я уже говорила, хорошая погода сегодня. Слегка дует ветерок. Опять никого нет на море. Немножко небольшая волна. Прям совсем небольшая. Вчера, конечно, было море гораздо спокойнее, чем сегодня. Ну, тем не менее. Народу здесь мало. Сейчас потому что все разъехались, потому что рабочий день. Ну и, собственно, уже октябрь месяц. для местных жителей, для таких, как я, для турков. Для нас уже море холодное. Ну, если мы, конечно, там не моржуем. Но те, кто приезжает сюда отдыхать, еще раз повторяю, для вас самое комфортное море будет. Вы даже не заметите, что оно холодное, что оно похолодало. Но для нас, оно, разумеется, уже не то. Море уже не то море. Совсем не то. Но я вот сегодня купаться не хочу. Заходила в воду. Это носика полоскала. Теплая вода. Теплая. Относительно теплая. Ничего страшного нет, чтобы купаться. Возможно, я чуть попозже искупаюсь. Но пока все-то мне не хочется. Конечно, как только мы сюда пришли, расположились, Настя, конечно, тут же покушать. Одно съела, другое. Они у меня грызуны. Я взяла целую коробочку овощей, морковки, яблочко, огурчик. Вот она это все грызла. Палочки. Йогурт. Такой у нее легкий перекус. Приехала со своей куклой. Смотрите. Эту куклу я ей когда-то давно вязала. А вот Джоз. здесь в песке. Джоз, иди полежи. Иди сюда полежи. Иди скорее. Иди. Я вот так сейчас сяду в кресле и буду наблюдать за морем, как в телевизоре. Помните этот фильм Синьон Робинзон, когда он приходил на берег моря, ставил рамочку и сидел на него смотрел. Ну, правда, оно все время разное. Вот сейчас здесь состоит какой-то, мы так поняли, что это не сухогруз, а танкер какой-то, который перевозит нефть, нефтепродукты. там по-прежнему стоит какой-то корабль военный с флагом Турции. Я вижу. Вот там тоже какой-то корабль. Не знаю, подчеркания, мне кажется, военный. ничего там не понимаю, может, не военный. Вот. И вон там еще одна какая-то баржа. Никому практически нет. Смотрите на эту красоту. Оседлала Руслана и плывет как на черепахе. Кажется, морем можно любоваться вечно. Вода такая. Цвет воды, цвет неба. Там над Кемером, видите, такая вот дымка, облака спускаются с гор. Ну, это обычная ситуация в октябре, в Кемере, в той стороне, потому что горы очень близко подходят к морю, к этим курортам, и поэтому вторая половина дня вполне возможны дожди. Я помню, мы с Галей были в сентябре, в конце сентября в Кемере были на Таниной свадьбе. и почти каждый вечер шел вечером шел дождь. Так что все может быть. Смотрите, как красиво облачко зависло над горой. И вот вы знаете, на камеру не видно, нет, видно, чуть-чуть видно, как будто бы радуга там по краю белых окантовки. там еще просматриваются другие цвета. Очень красиво. И тут какое-то просто необыкновенное облако. солнышко за горой прячется. Сейчас будет уже прохладно. Настя, а что это у тебя такое? Это игрушка. Игрушка? Для муси. Для кого? Для муси? Да. А где ты взяла? Вот тетки. Аня купила, да? Это потаси. Салат крутит. Крутить надо, да? Ну что, тебе понравилось? Ты накупалась? Да. На море, да? Да. Что-то там еще играла, да? Да. Во что ты играла? Корабль. Корабль строила из камешков, да? Да. А еще что? Что вы там с Аней делали? Желание загадывали и свечку задували, да? Какое ты желание загадала? Собака большая, маленькая собака. Маленькую собаку ты загадывала. Большая у тебя есть, да? Ты хочешь еще маленькую собаку, как Жосик, да? Да. Ну вот мама с папой услышат твои хотелки и купят тебе маленькую собачку еще. Да? Я хочу подарок. Подарок? Пусть дай мышку это Мусе. Запусти ее. Муся, смотри. побежала. Побежала. Настя проголодалась, да? После моря и борща бабушкина. Вкусно? Вкусно, да. Ты тут кушала, да. Я брала с собой вот яблочки, морковку, огурчики. Но борщ вкуснее, правда? Да. Молодец, кушай. А еще мы на обратном пути заехали в магазин Мигрос и я вот купила сметану этого толпа. Сметана. 118 лир стоит. Баночка здесь 380 грамм. Давай, кушай. Сейчас мама за тобой приедет. Вон, она уже пишет. Давай, ты едай. У меня прям дежавю. Вчера пришлось его купать этого пса, потому что он в рыбу тухлую обвалялся весь. И сегодня все повторилось. Вот, представляете, это он там с косточкой. Я ему косточку дала. И вот он с ней всю ночь не спал, кстати сказать, сторожил ее. Не дай бог Муся съест. А Муся, она вот на страже. Она поджидает. Когда он эту кость оставит в покое, хотя она ее вообще не интересует ни разу, нисколько. Жосик, ты вытерся уже? А? Жос? Вот такой у нас был сегодня день. Вывезла Настю на море. Вчера Жосика, сегодня Настю. И вот так вот каждый день круговорот, круговорот, круговорот. Я не знаю, ну, очень я рада и счастлива, что я живу рядом со своими внуками и рядом с морем, что мы в любой момент можем туда поехать. И даже если мы не будем купаться, потому что нам холодно, но это не значит, что холодно вам. И даже если мы не будем купаться, то все равно мы прекрасно проводим время возле моря, наслаждаясь шумом волн, хорошей погоды, прекрасными видами. Вам я тоже желаю хороших выходных, хорошего отдыха. Очень много сейчас людей приезжают отдыхать. даже с нашего поселка уже несколько человек сегодня-завтра приезжают на отдых сюда, в Турцию, в Анталию. Наверное, все потому, что цены, наверное, чуть-чуть упали, но я смотрю, пока я этого не вижу. Обычно 1 ноября отели закрываются, те отели, которые работают только летом, в сезон, они закрываются, ну, а те отели, которые работают круглогодично, они переходят на зимнюю концепцию. Во всяком случае, так всегда было. Я читала информацию о том, что в этом году якобы туристический сезон будет продлен еще и на ноябрь. Ну, я такие разговоры слышу практически каждый год. Ну, конечно, все едут отдыхать, это не значит, что все, вы приехали, отель пуст, никого нет, и кормить вас никто не будет. Нет, жизнь продолжается, праздник продолжается, отдых продолжается, сюда едут, едут и едут, и будут ехать и зимой, и летом, и весной, и осенью, потому что климат в Анталии очень подходящий для отдыха, и лететь недалеко из наших стран, ну, относительно недалеко. Хочу с вами сейчас попрощаться, увидимся с вами обязательно в следующем видео, если вам понравилось это, то ставьте лайки, и что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, о, я, наверное, никогда это не выучу, все время про это забываю говорить, напоминать, так как делают эти, это делают многие другие блогеры, ну, я все пытаюсь запомнить эту фразу, но все время про нее забываю вам сказать. Ладно, все, всем пока и хорошего настроения. Спасибо. Продолжение следует...